Добрых вам утро, добрых вам вечеров, там, что у вас там, завтраки, обеды, берите всю свою еду, проходите, присаживайтесь, будем разгонять. У вас там, когда вы там смотрите этот видос, радостные новости, потому что у вас начался март. И уже так вот ты выходишь на улицу, там уже появляется вот это вот солнышко, которое вот, зимой его не было, а сейчас оно такое, ну еще пока что не теплее, оно уже там типа солнышко, оно начинает потихонечку греть, у тебя потихонечку вот эта водичка, и ты начинаешь такой пахнет жизнью. Пахнет не депрессией, как обычно, а немножко пахнет жизнью, и ты такой, о, блядь, сейчас будет этот период, где мой тот кошачий хвост, блядь, сейчас мы, весна, сейчас что-то, мур-мур-мур. Очень классно, обожаю, обожаю в этом плане вот весну, особенно вот эти первые ощущения, когда только появляется солнышко, что ты такой, блядь, сейчас будет жизнь, сейчас начнется что-нибудь теплое, интересное, веселое, типа скоро будут уже деревья там, типа сидел, он прям такой, во, все, заебись, очень нравится. И сейчас в этот момент кто-нибудь там где-нибудь, где там еще суперсуровая зима, такие, да-да, у нас, блядь, минус 20, снега, блядь, вот так. Возможно, там типа к августу оттает. У нас даже растения в кадре, видишь, у нас весна. У нас самое главное, овощи в кадре, такие шутки сегодня будут, да. Че, будешь с мышью гулять, как весна наступит, на поводке, на улице? Блядь, я всегда очень сильно удивляюсь тех людей, которые пытаются выгуливать своих котов, потому что, ну, кот же в ахуе. Типа ты всегда, когда вот видишь какого-то человека, который выносит кота из дома, там кот просто такой, типа, куда? Я думал, это весь мир, а ну тут ебать чего? Ой, типа, ну, я, по крайней мере, не видел такого, чтобы прям люди прям спокойно с котами гуляли, что они вот прям нормальные коты. Им не надо, они швахуют. А котам вообще надо гулять? Ну, просто их периодически надо вытаскивать, чтобы у них ухуха не съезжала, по идее. Типа я как-то с ветеринаром по этому поводу разговаривал, он такой, типа, в целом, чтобы, ну, животное все нормально чувствует, надо ему показывать, что, типа, в целом что-то существует. Чтобы он там ходил, исследовал, что-то там нюхал и так далее. Может быть, я, конечно, его вытащу на улицу, посмотрю. Там же еще, блядь, проблема в том, что нельзя же просто так вытаскивать на улицу, нужно как-то там чем-то приявить, что-то там, как-то там, что-то... У меня есть какие-то приявки от нее уже поставлены, там, ну, в паспорте. Если собираешься гулять на улицу, то вот тебе еще специальные уличные уколы какие-то, вроде бы, я не знаю. Но у нас, типа, я жил в как-то в районе Пионерской какое-то количество времени, и у нас там в подъезде был чувак, который ходил с котом на плече всегда. По нему видно, что он, типа, то ли админ, то ли программист какой-то, что вот этот вот человек, который вот выходит только ночью... У него вместо косички кот, да? Ну, нет, у него и косичка, и кот. И там, как бы, вот они вдвоем идут, ты не понимаешь, кто из них больше въебанный кот, блядь, или он, потому что, ну, типа, кот на плече такой сидит просто, и куда-то идет, и чувак такой, типа, пивас, или там, ну, что-нибудь такое. Вылезал только по ночам. То есть, ты всегда вот идешь домой с работы, уже идешь спать, и по нему видно, что он только проснулся, только вылез, вот кота на плечо посадил и пошел в пятерочку. Очень забавный был чувак, да. А у нас уже видос на основе к этому моменту еще не выйдет. У нас там скоро кое-чего материал здоровья выйдет про гарантии, как мы там влетели, неприятно чуть-чуть, вот. Ну, это мы потом расскажем. И также перед весной напоминаю, что, типа, стоит обслужить свой автомобиль. Если у вас автомобиль в А-группы, вы знаете, куда стоит заехать, надо заезжать в Зинверк, потому что, как бы, весенняя ТОшка по расписанию, я вот уже сижу, жду, когда можно будет вытащить из паркинга машину. Во-первых, нужно будет свозить, обслужить там все, везде поменять, и можно будет уже спокойно куда-нибудь как-нибудь ездить. Соскучился, пиздец. Вот. Что, я вчера, наконец, пластик получил на права, и вчера первый раз поехал на каршеринге, и я теперь могу по-нормальному рассказывать и обсуждать те тачки, которые мы обозревали. Так. Я не знаю, можно ли называть марки или нельзя. Да можно, почему нет-то? Какое же хавал говно, бог ты мой. Это ужас, но это на нем невозможно ездить, я после нее сел вчера на VS5, и эта машина... Потому что это Volkswagen. Да, а первое, невозможно просто, это катастрофа. Хавал – это специфический автомобиль, это как бы... Особенно, когда ты вот прям сильно понимаешь, что из себя он должен представлять, как автомобиль в целом, ты у него садишься и такой, ой. Я просто удивлен, что мы на нем тогда вообще змейку проехали. Нет, ты, наверное, ездил на Джулионе? Да. А у нас был F7X, или как он там правильно называется? Это разные сорта хавалов, это надо понимать. Вот, F7X, он чуть-чуть получше, чем Джулион. Джулион вообще, ну как бы, у нас, я не знаю, у нас был обзор на Джулиона? Да, был. Был? Потому что Джулион – это прям вот, ну, блядь, мрак, это очень плохо. При этом сейчас он бестселлер, его реально много покупают. Но я прям не понимаю эту машину, да. У меня еще был прекрасный с отпечатком чего-то лица на капоте. Вот такой вот каршеринг. Знаешь, те самые истории, которые, ну, останутся в неизвестности. Ты просто подходишь к машине, видишь, что там что-то происходило, такой, интересная история, но я об этом никогда не узнаю. У меня есть история, которую желательно с Ахсаром рассказать, конечно. Ну, началось, блядь, ебаный врут. Пока вы там на Бали сидели еле дошираки, у нас Серега, он же увлекся стендапом, и вот он как-то ляпнул, типа, приходите на выступление. И мы такие, типа, а что бы не прийти? И собрались я, Ахсар, Аля, Стас и Андрей. Короче, мы завалились. И я бывал на разных выступлениях стендапа, но такой уровень я еще не видел. Открытые микрофоны, это интересный опыт, да. Это прям реально подвал, типа, ты сразу уровень понимаешь. Да. Ну, это бесплатное мероприятие тупо за пиво, типа, это вот... Я тоже по таким гонял, тоже на таких выступал. Это довольно забавно, да. Так. Я, как бы, без негатива, это просто прикольный опыт. То есть, ты понимаешь, что перед тобой выступают те же чуваки, что вот тут рядом с тобой сидят обычно. И, возможно, кто-то из них это проспорил. Да, да. И как бы там и Серега выступал, но звездой вечера опять был Ахсар. Потому что ведущий. Ему же нужно с кем-то установить контакт, типа, постоянно на кого-то накидывать шутки, потому что он тоже юморист, он тоже стендапер. Просто сегодня он ведущий. И вот он как увидел Ахсара, все, там просто... Но там сложно не зацепиться, особенно когда он в первом ряду сидит. Там, если вы в Википедии наберете, что такое мужская любовь, там будет сцена оттуда. Ну, мне кажется, эту историю реально надо вот подождать, когда приедет Ахсар, чтобы он своими словами такой, типа... Что такое мужская любовь? Да. Это когда я его взял на сцене, еб***ь. А, еще одно важное сообщение, вот из того, что у нас тут произошло. Тут, на самом деле, нужно даже немножко, наверное, чуть пояснить, чуть-чуть. Но я постараюсь коротко. У нас есть уже, как бы, отдельное место, где мы поясняем, но так или иначе. Я весь 23-й год вместе с командой ходил, думал такой, типа, блин, хочется завести бусти. Хочется завести бусти, хочется делать, там, какой-то отдельный контент, там, все такое. Потому что я в 23-м году сам распробовал платные подписки. Я сам, там, типа, подписался на какое-то количество авторов, типа, и... Если раньше я такой... Мне всегда казалось, что любая платная подписка в интернете — это какая-то, блядь, онлифансовая вот эта вот движуха, что-то такое. Типа, о, блядь, покажите пятки. Типа, вот какая-то такая хуйня. И сам ничем особо не пользовался, то есть, типа, нигде никого не читал. А потом в 23-м году я нашел довольно большое количество авторов, которых... Сижу там как-то и очень узкозаебанно сижу, и смотрю, и читаю. Для меня просто открылся нахер новый мир. Когда ты приходишь в какую-то, вот, ну, типа, аудиторию, там, какой-то конкретный автор пишет на 30 человек. Какую-то свою вот узкозаебанную, узкоспециализированную какую-нибудь херню. У тебя подписка стоит, там, типа, 7 тысяч в месяц или 10 тысяч в месяц. Ну, типа, прям узкозадроченная штука. И там все люди сидят, ну, типа, очень специфические. Но если в тебя это попадает, ты такой, блядь, я это искал. Вот эти вот конкретно вот эти вот 15 задротов — это вот да. Где вы? Где максимальный тариф? Куда платить деньги, типа, и так далее. И в том числе из-за того, что у нас уже вот, ну, как бы, существуют каналы, у нас существуют слаженные форматы, у нас там, типа, вот, как бы, так или иначе все равно есть я как автомобильный персонаж и персонаж в интернетах, а есть еще я вот как в реальной жизни с какими-то своими немножечко другими интересами и с какими-то своими немножко другими представлениями о великом. Вот хотелось, короче, сделать бусте. И, собственно, у нас уже вот он появился. У нас там уже вышло какое-то количество видосов, по-моему, у нас там вышел вступительный, который вот просто мы там объясняем, что там будет происходить конкретно. Он бесплатный. Да, он бесплатный. И подписка не стоит 10 тысяч рублей. И подписка не стоит 10 тысяч рублей, да. У нас есть тариф 3 шестерки, ну, в смысле 666 рублей во славу Тесле. Вот, если что. В целом там оформление, это отдельный вид искусства. Ну, это все, там отдельный съезд кукухи, это будет отдельное вообще местечко. И будем там потихонечку там что-нибудь ввести в телеграмчике, будем обновления подкидывать в инстаграмчике. Здесь мы, скорее всего, вряд ли будем еще как-то дополнительно по этому поводу говорить, потому что, опять же, ну, как бы, еще раз говорю, что, типа, все наши каналы, они не страдают. У нас все как выходило, так и будет выходить. Просто мы сделали отдельный уголок, и он просто, знаете, что он существует. А вот теперь уже точно можно к новостям. Привет! Вы попали на мой сайт. Здесь удобно расположены все важные блоки, которые вам, как пользователю, могут быть интересны и полезны. На самом деле этого сайта не существует за ненадобностью, но для большинства компаний иметь сайт – это база. Он в целом должен быть, должен привлекать внимание, отражать позицию бренда и интуитивно ввести пользователя на нужную страницу. И все эти задачи в бизнесе закрывает графический дизайнер. Он создает фирменный стиль компании, упаковку, мерч, рекламные баннеры и, в том числе, дизайн для сайта компании. Неоспоримый плюс этой профессии в ее универсальности. Вы можете работать в штате агентства или быть фрилансером. Графическому дизайну можно научиться в крупнейшей профильной онлайн-школе дизайна Contented. На курсе «Графический дизайнер с нуля до про». За 20 месяцев обучения у вас наберется огромное портфолио из 18 работ. Плюс у вас есть возможность участвовать в дополнительных активностях школы и пополнять портфолио реальными кейсами. Contented обучает студентов с нуля, предоставляет поддержку менторов и добавляет на курс классных преподавателей. Ну и про поддерживающие комьюнити студентов не стоит забывать. С ним легко даются даже сложные темы. На курсе, конечно, удобный график обучения с возможностью заморозки на непредвиденный случай. Есть возможность выбрать тариф с поддержкой или самостоятельный. Ну а после обучения в трудоустройстве поможет карьерный центр. Кстати, диплом установленного образца тоже будет. Самое важное, конечно, получить навыки. На курсе Contented обучают пяти ключевым направлениям дизайна и нужным для этого инструментам. Кстати, все эти программы вам помогут установить. А после изучения навыки нужно закрепить на стажировке. У вас она пройдет в креативном агентстве Red Cats под руководством арт-директора. Целый месяц практики с обратной связью. Начните свой путь в новой профессии уже сейчас, чтобы решиться было чуть легче. Используйте мой промокод АСАФЬЕВ. Он даст скидку 45% на курс. А ребята из Contented подарят два дополнительных курса в подарок. Модуль по нейросетям и курс по английскому для дизайнеров. Ну и помните главное. Все приходит с опытом. Опыт приходит с Contented. А ссылка в описании. На продажу выставлен автомобиль из интернет-мема. Речь идет вот про вот эту вот Грантырку. Это интересный автомобиль, который в какой-то момент завершился в интернетах. Про него вот сняли обзор. А это как бы ну просто обычная живая машина. Потому что существовал человек, который такой типа, ну вот у меня как бы четырка. Ну как бы четырка это же, ну как бы, ну не прикольно, когда можно же взять и там допустим. И сделать немножечко тюнинга, при этом немножечко оригинального, но просто другой машины. Поэтому мы засунем в морду Гранты. Мы поставим бампера пятнашки. И вот оно вот такое вот, ну ездит, существует. И мне кажется, что это вот... Вот интересно, это же под 12.5.1 подходит? Подходит, чисто по идее. Потому что у тебя как бы, да, у тебя автопроизводитель-то как бы один и тот же, но модели разные. И, соответственно, это типа элементы, которые вот, ну типа, не должны стоять на семействе там типа, ну на 14 модели, короче. И мне кажется, что вот это вот самый тупой 12.5.1, который можно получить. Ну, кстати, в объявлении продавец опубликовал ПТС, и там реально прописано. Типа, вот, и такие есть изменения в нем. А, он еще и запарился, еще все это дело внес. Ну, потому что это же как бы сертифицированные детали, их можно потом запариться, внести. Типа, что вот, действительно, никакого изменения конструкции автомобиля важного не произошло. Просто внешний тюнинг, он нормально сертифицированный. И это забавно. Но, в целом, вот, машина какое-то количество времени повисела в продаже. Где-то кто-то, может быть, теперь вот где-то там в районе Краснодарского края вот на этом великолепии катается. Удачи ему. В России запустили сборку нового электромобиля. У нас автотор. Такой, типа. Значит, смотрите, у нас вот, ну, мы вот производим много странных автомобилей. Собираем сейчас просто вот все, что собирается, мы вот вам, ну, как бы, собираем. И нам, знаете, что здесь не хватает, наверное, вот в этом коллекции странных автомобилей? Помните, мы какое-то количество времени назад в новостях разгоняли, что, типа, французы вместе с китайцами сделали какой-то электромобиль чисто под такси? Чтобы по какой-то подписной модели, там, типа, сдавать-то дело таксистам, что вот у тебя, как бы, машина. Пожалуйста, ты просто платишь абонентскую плату, катаешься, все нормально, у тебя сеть зарядок бесплатный. Просто машина стоит полторы тысячи евро в месяц. Просто вот, ну, как бы, ездишь, все нормально. И вот такого великолепия во Франции продали 74 штуки. Вот на это дело смотрит автодор. Мы знаем, что поставить на конвейер. И да, оно теперь, вот, как бы, называется у нас тут под брендом Amber Auto. Ну, это реально, это вот этот вот французско-китайский электромобиль, который, типа, называется Jamie FGCE. И у нас он тоже будет по подписке. Ну, в смысле, можно будет купить, там, скорее всего, там, за какие-нибудь 3,5 миллиона рублей всего лишь. Но, если что, это великолепие тоже можно взять примерно там где-то за 160 или, да, за 165 тысяч рублей в месяц. С нашей-то сетью электрозарядок, с нашими всеми, вот этим всем, конечно же, я думаю, это будет очень выгодным предложением. Очевидно, что это автомобиль для того, чтобы где-нибудь, куда-нибудь в какую-нибудь государственную контору или в каком-нибудь госпредприятии, или в целом что-нибудь связанное плюс-минус с госбюджетом вот туда, куда-нибудь по плану электрификации что-нибудь как-нибудь засунуть. Обычному рынку это будет, естественно, нафиг не нужно. А автотору просто нужно как-то загрузить мощности. И, видимо, просто, ну, как бы, можно было купить лицензию примерно за 0 рублей. Вот, ребята, купили лицензию, вот теперь соберут. Три машины, может быть, четыре. Но это пока лучше, чем та красная штука. Согласен. Компания Volkswagen представила свой первый электрический универсал. У нас как бы есть Passat, который, ну, нормальный человеческий Passat, который остался только универсалом. У нас есть ID7, которая вот электрическая, современная, вот это вот что-то по силуэту напоминающее СЦ старых образцов. Ну, вот какое-то вот купе-седана, вот электрическая, вот это вот-вот. И ребята такие, ну вот и теперь вам ID7 Tourer, вот такое вот универсал. И, ну, как бы, если ты берешь и покупаешь обычный Passat универсал, обычную нормальную бензиновую машину, туда-сюда, он стоит 40 тысяч евро, плюс-минус километр. Вот это вот великолепие стоит всего лишь 60 тысяч евро. Ну, там. Плюс-минус, это зависит от комплектации, но в полтора раза дороже. Скорее всего, в полтора раза более глючная, в полтора раза более неудобная, с высоким полом, со всей фигней. Вот, пожалуйста, покупайте современный электромобиль. Ваши ставки полетит она в продажах или нет? А, субсидий никаких уже нет на вот это вот все без опроса? Ценник субсидий. А! А! Ну, тема, брат. Собственно, как и весь остальной электрорывок. Ну, они там, конечно, пытаются тем, что вот, смотрите, у нас там, блядь, мультимедиа! Вау! И там, ну, что там, ну, фонари задние красивые такие, смотрите. На, блядь, купите, пожалуйста. Денег нету, нихуя еще. Вольксваген планирует возродить Сирокко как электрокупе. В 2017 году, по-моему, закопали Сирокко в землю. Ничего больше у него не оставили, что вот был Сирокко, была вот эта вот, ну, был сырок, типа вот эта вот странная машинка. Кому-то очень сильно нравится, кому-то очень сильно не нравится, типа так или иначе. И в какой-то момент просто вот там в очередную свою вот эту вот ветку, когда Вольксваген все свои деньги грузил в электроавтомобили, в электроплатформу, а все такое. Вот они зарезали какие-то нишевые модели для того, чтобы просто высовывать какие-нибудь деньги и направить их в электрическую повестку. Вот сейчас они такие, бля, ну вот мы как бы платформу-то разработали, у нас вроде бы как есть ППЕ от Макана, от современного, вот. А может быть у нас еще есть, типа вот этот, бля, это погоди. Там, короче, почему-то оно называется так же, ППЕ. Ну, вообще, как бы ППЕ это Макан, а они вроде как позиционируют, что они сделают платформу от электрического Каймана. Ну, для Каймана, типа. Которая вроде бы другая. Да, у нее будут батареи, типа, по свесам как-то, ну. Да, но по-другому будет расположено. То есть, обычно же у тебя блок батареи, это просто вот здоровая такая неделимая хуевина, которая у тебя просто посередине машины валяется, и из-за этого, собственно, все электромобили, они такие, ну, толстые очень. И любой спорткар всегда вот электрический выглядит как кусок говна, просто лютый. Вроде бы как у Фольксвагена есть идея, что вот на новом Каймане, который вроде бы должен остаться в пропорциях, потому что Порше, блядь, нельзя, они вроде бы как должны представить какую-то новую платформу, но вроде бы такую же платформу, но вроде бы новую. И у тебя батарейка будет и на полу валяться, и в жопе валяться, и в клюве валяться, и еще как-то где-то, хотя это вроде бы, это должна быть другая платформа, но они вроде ничего другого не разрабатывали. И вот они сырок тоже такие, типа, ну, смотрите, мы тоже где-нибудь как-нибудь, что-нибудь там по сусекам поскребем, и что-нибудь вам соберем. Опять же, купите, пожалуйста. Ну, говорят, что это будет купе, плюс он будет унифицирован. То есть, помимо вот Каймана Бокстера новых, они планируют там каждому бренду по спортивной машинке дать. Купра это вот бренд Сеата будет, своя спортивная машинка. Понимаю, у Шкоды тоже что-то такое. А, вот у Ауди будет, типа, ТТ-заменитель тоже электрический. Я так понимаю, вот так как они эту платформу адаптируют под Бокстер Кайман, им надо ее для удешевления, надо еще растянуть. Да, только проблема в том, что, как бы, целевая аудитория Каймана, это люди, которые покупают вообще другое. То есть, типа, Кайман, это вообще сферический конь в вакууме. Его, ну, как бы, не существует такого же автомобиля, просто рядом, ни среди конкурентов, ничего. Вот именно по компоновке, по расположению мотора, по мощности, по управляемости, по всему. Это просто вот, ну, сферический конь, реально. Как и 911-й тоже в том числе. А если ты возьмешь и сделаешь вот это вот стандартное фольксвагеновское движение, что мы сейчас просто разные шильдики налепим, и разный, может быть, размер батареек, может быть, разные электромоторчики, но в целом в базе это будет все плюс-минус одинаковое. Во-первых, в целом, ну, как бы, идея электрического Каймана вообще хуйня полная, как по мне. И любого другого спортивного купе тоже, в том числе. Все новости, когда вот мы обсуждаем с фольксвагеном, что они новое электрическое выкатывают, я каждый раз такой, типа, блядь, больно, зачем вы это делаете? Как бы, я просто сижу, горю. Потому что, понятное дело, что они очень давно приняли вот это вот решение, там, в условных, там, 15-х, 16-х, 17-х годах. Развернули всю компанию, и им сейчас, они уже понимают, что они делают хуйню. Они уже видят продажи, они уже видят сбыт, они уже все понимают, типа, насколько сильно они катятся в пизду. Но ты ничего с этим не можешь сделать, потому что у тебя все, у тебя как бы машина работает уже в эту сторону. И взять сейчас просто по новой, разворачивать все обратно в зад, не получится. Ну, подожди, они же хотят продаваться на богатом китайском рынке, а там сейчас только электромобили. Ну, и подзаряжаемые... Ну, там не только электромобили. По-моему, половина всех электромобилей в мире продается в Китае. И если мы берем весь китайский рынок в принципе, то электромобили там от всего общего количества, это примерно четверть рынка. И это, типа, самый большой рынок, это вот самое бездонное дно, ну, и там уже кровавая конкуренция. Типа, если ты сейчас туда возьмешь и будешь делать ставку всего Фольксвагена, огромные, блядь, корпорации мировой, на конкретный рынок Китая. Рынок Китая большой, но он маленький для мировой компании, потому что ты можешь быть мировым брендом, ну, типа, как Тойота, Фольксваген, там, Форд, там, что-нибудь такое. Только если ты везде по всему миру всю продукцию всю продаешь. Ты везде нужен, везде все продается, везде все замечательно. А у Фольксвагена хуй. То есть, вот, типа, они, смотри, они делают ставку, они выделяют бюджет, они, типа, всю компанию направляют в одно конкретное русло. И когда ты так делаешь, когда ты весь кэшфлоу компании направляешь туда, все интеллектуальные усилия, работу всех КБ, всех инженеров, все-все-все-все вот туда, вот в одно конкретное направление, ты, пока у тебя не начнется денежный поток отсюда, ты не сможешь переложить компанию на обратные рельсы. Потому что у тебя уже есть обязательства, ты уже вкопал много денег, ты взял еще кредиты туда-сюда. Тебе нужно все это дело как-то обеспечивать. Тебе нужен какой-то кэшфлоу, просто чтобы закрыть текущую дырку, просто чтобы хотя бы высвободить ресурсы, хоть что-нибудь. И, типа, а его нет. И, соответственно, для того, чтобы развернуться обратно и начать, там, допустим, гибриды делать, или, там, типа, снова, там, какой-нибудь мотор сделать, там, прочее-прочее, тебе нужно выделять ресурсы сюда, все это дело перемещать. Во-первых, это как-то нужно оплатить, а денег нет. Во-вторых, ты уже проебал тут конкуренцию, потому что те пацаны, которые, типа, не шли вот так вот оголтело, как Volkswagen, и, типа, грузили все деньги и все усилия в одну сторону, а просто сохраняли разработку, сохраняли какие-то наработочки, может быть, там, что-нибудь, ну, как Toyota, условно говоря. Ты уже тут проебался, потому что эти ребята уже дальше убежали, и ты уже в догоняющих. Ты и тут обосрался, и тут ты в догоняющих, и у тебя денег нет. И еще электрический Кайман. Типа, ну, посмотрим, посмотрим. Мне, конечно, очень грустно, но, например, с этим очень весело. Столкновение поезда и фургона записал салонный регистратор. Авария в Штатах произошла в 20-м или в 21-м году, где-то вот как-то там. Вот суть какая. Обычный стандартный железнодорожный переезд. У него почему-то не существует шлагбаумов, не существует знаков, не существует ничего. У тебя вот просто вот, ну, как бы идет дорога, примыкающая к железной дороге, и потом у тебя стандартное пересечение этой дороги, и дальше там как-то дорога идет. Ей, чувак, что-то задумался, что-то затупил. Вроде как даже по объяснению потом следователям был немножко глуховат на левое ухо, поэтому не услышал приближающегося, блядь, поезда. И при том он же там, типа, даже видно, что он на регистраторе, ну, типа, смотрел в сторону. Видно, что вот навелось, что он посмотрел, вроде бы все нормально, едет потом такой ебать, и, типа, просто полмашины ему сносит сзади. И как бы тут прикол-то в том, что вот человек едет на большом здоровом фургоне, ну, типа, как просто обычный коммерческий фургон, который себе можете представить, у нас там Fiat, Renault, типа, неважно. И поезд сносит ему машину ровно по заднее сидение. Ну, то есть, типа, вот ровно за чуваком в 10 сантиметрах пролетел поезд. Просто машину разорвало вот от него, ну, типа, ничего, он просто сидит за рулем. Сзади всей машины нет. И вот, собственно, вот эта вот штука в интернетах завирусилась, что, а, кек, лол, типа, посмотрите, вот чувак спасся, типа, живой, ну, просто проканала. И там еще куча комментариев, что, типа, чувак сидит и понимает, что, ебать, я вот теперь точно уволен. Ну, типа. Знаешь, типа, дорогая, веришь, нет? Купил тебе Dyson, положил на заднее сидение, еду. Ха-ха-ха. Потому что вот буквально за 5 секунд до он вряд ли думает, что вот он сейчас, ну, просто вот на волоске от смерти окажется. Сложить бы обстоятельства хоть чуть-чуть иначе, у него бы чуть-чуть подольше бы застряли бы колеса на переезде. Он бы, допустим, чуть-чуть у него там что-нибудь дернулось бы, и он бы там на полметра бы, ну, чуть не докатился. Ехал бы он на 2 километра медленнее. Все, типа, у чувака жизнь бы закончилась прям тут же моментально, без каких-либо вообще возможных шансов на спасение. И так обычно всегда и происходит со всеми смертельными ДТП, со всеми смертельными какими-то случаями, когда людей по асфальту размазывают там и так далее, что вот всем все кажется, что все нормально, хуяк, и человека нет. Поэтому напоминаем, когда вы за рулем автомобиля, вы несете ответственность, контролируйте, смотрите, что происходит, не смотрите в телефон, не влипайте. Если вы чувствуете, что засыпаете, свернули на обочину, 20 минут поспали, поехали дальше. Всегда пристегивайтесь, всегда обращайте внимание на всех, кто, блядь, рядом происходит, кто где рядом едет, какие пешеходы куда лезут. Они все, блядь, в черных куртках, они все без светоотражающих элементов. Сука, тоже можно человека внезапно размазать, а потом отвечать, если что, в суде вам. Проверьте на вашей одежде, есть ли светоотражающие элементы и заметно ли вас вообще в целом, ну, типа на пешеходных переходах. И будьте внимательны, дороги это штука повышенной опасности, доберитесь сегодня до дома живыми. И если вы смотрите этот видос, блядь, за рулем, нахуй, вырубите, дома досмотрите. И кроме шуток, если вы подходите к железной дороге ногами, если вот просто вы человек, выньте, блядь, наушники, снимите капюшон. Потому что на самом деле очень большой процент людей, которых размазывают, ну, типа на каких-то дорогах, это на железной дороге чуваков, которые просто идут в наушниках, в капюшоне. Потому что, ну, в большом количестве городов России у нас, и вот, допустим, у меня в Великом Новгороде, у меня дорога в универсии, да, шла через железную дорогу. У тебя есть просто железнодорожный переход, и то он такой, знаешь, ну, типа, дощечки валяются, и ты вот по этим дощечкам, типа, там, ну, где-то прыгаешь. И у тебя, ну, постоянно туда-сюда, там, типа, электрички, поезда, товарные поезда, там, что-то где-то как-то ходят. Ты вроде бы, ну, типа, 99% времени ты такой, да, все, посмотрел, там, что-то где-то как-то. Ну, вот у меня стандартная привычка, что я хожу в капюшоне и в наушниках, и один раз меня чуть было не размазало. Лет, наверное, в 19, там, где-нибудь в этом духе. После этого я такой, все, понял, мне одного предупреждения достаточно. Наушники. Это то же самое касается пешеходных переходов. Да, да. Вообще, железная дорога еще есть штука. Никогда не думай, что ты на взгляд понимаешь, что ты нормально отошел. Типа, отойди прям сильно дальше, чем нужно. Потому что это стандартная история, когда человек стоит, он думает, ну, он сейчас передо мной так проедет. А это не автобус. Это поезд. Он сильно шире, чем рельсы. Он и шире, он и быстрее, он и... Он вообще, блядь, опасный чувак. Блядь, по поводу внезапности ДТП и внезапности в целом смерти. То есть, как это может произойти? У меня недавно произошел случай. Я умер. Как видите, я живой. Я ехал 40 километров в час по Цветному бульвару. Была небольшая горка вниз. Расчищенные улицы, что очень редко для центра в целом. Че, блядь, расчищенные улицы – это редкость для центра? Да, ну, всегда хуже, чем, типа, в других районах Москвы. Ну, вот такое наблюдение у меня. Не знаю, может быть, я какой-то неправильный. Блядь, центр вообще отпидаешься на весь, ты че? Ну, ладно, допустим. Я еду 40 километров в час, ограничение 50 на секундочку. И, как бы, спокойненько нажимаю себе на тормоз. Метров, не знаю, за 60, за 70. Ну, то есть, сильно заранее. Да. Я нажимаю на тормоз, она тормозит. Я, как бы, все нормально уже, как бы, немножечко там начинаю отвлекаться, отдыхать, все такое. И в последний момент она перестает тормозить, и я въезжаю в Киарио, блядь, в жопу. Просто с нихуя. Я не знаю, что произошло в моменте, когда я перестал тормозить. Когда машина, точнее, перестала тормозить. Загорелось две ошибки. Это была BMW. Трешка. Загорелось две ошибки. Я, ну, типа, может быть, знаешь, ABS не сработало. Типа, я нажимаю еще раз, ничего не получается, и я просто въезжаю в машину. Я абсолютно не понял, какого хуя, была ли это моя ошибка, или была это, типа, ошибка в... Смотри, ты сзади. Это твоя ошибка. Да, да. Ну, безусловно, ответственность моя, 100%. Но для меня было удивление, что в последний момент она перестала тормозить, и я просто, как бы, у меня даже не было времени увернуться. То есть, вот настолько непредсказуемо происходит ДТП в целом на дороге. У меня было первое это ДТП, и я в ахуе был, если честно. Все умеют. Все молодцы. До того момента, пока не... 15 тысяч. Салам алейкум. Каска. Смотри, деньги – это самое дешевое, чем ты можешь отделаться при ДТП. Самое дешевое. Тесла уступила Мерседесу титул самого дорогого автобренда. Консалтинговая фирма Brand Finance такая, типа, смотрите, мы составили рейтинг брендов автомобильных по рыночной стоимости компании, вот, как бы, мы все такое взяли. И прикол в том, что, типа, вот они, как бы, ну, показывают какие-то цифры, показывают какой-то рейтинг туда-сюда. Но когда ты смотришь на обоснование этого рейтинга, ты понимаешь, что ребята, которые называются Brand Finance, нихуя, блядь, походу, не понимают. Или, точнее, что вот такие вот исследования или какие-то рейтинги, они вообще, ну, как бы, не имеют ничего общего с реальным положением дел. Потому что, как вы думаете, какой, ну, типа, из показателей особым образом учитывается для того, чтобы понять, вот, сколько стоит компания. Сколько стоит бренд, там, типа, вот. Ой, это же там, типа, доверие какое-то, вот, там какие-то такие очень эфемерные штуки, нет? Нет, нет, тут, как бы, тут все проще. Да, как бы, финансовые показатели – это, конечно, хорошо, но... Подписчики в Инстаграм. Ну, вот, в целом, там, плюс-минус примерно в ту же сторону, да. Просмотры в ВК. Да. Подписывайтесь на наш ВК. Кстати, между прочим, наш ВК. Очень важный параметр, естественно, в оценке стоимости компаний – это следование электроповестки. И вот, если ты, типа, следуешь электроповестке, то ты молодец. То вот тебе плюсы в твою стоимость некую. Это не путать с капитализацией. Капитализация – это вполне понятный и конкретный показатель, что вот у тебя есть количество ценных бумаг, вот у тебя есть стоимость этих бумаг, вот твоя капитализация, как бы. Она тоже, как бы, мало чего значит, на самом деле, но похуй. Здесь вот, ребята, как бы, какой-то некий ворф, некая вот такая. Хуй пойми какой показатель. При этом, вроде бы как, ну, типа, если же у нас есть следование электроповестки, это, ну, как бы, есть очень важная штука, тогда, наверное, что? Наверное, наш лидер же должен быть Тесла. Но там Илон Маск хуйню какую-то у себя в Твиттере порит, портит имидж компании, не нравится его либеральной аудитории, поэтому снижаем тебе, как бы, стоимость твоей компании, вот. А то, что у Тойоты в 23-м году, типа, рекордное производство, больше всего проданных автомобилей, они на 15% больше заработали денег, вот это все. Это все, неважно, вот у Тойоты как была стоимость прошлогодняя, так и есть. По нашей же оценке. Ну, я так понимаю, что они все-таки ценность именно бренда оценивали? Ну, типа, да, но, как бы, это... Тесла и Тойота. Какая марка в головах у людей, кажется, более... Какая логичная, типа. Ну, вот, да. Это же так, понимаешь, ну, как бы, сравнивать Теслу и Тойоту, это то же самое, что сравнивать какую-нибудь местную, локальную, хипстерскую, шурмечную с какими-нибудь современными, блядь, шавермами с челками, блядь, я не знаю, с какой-нибудь такой хуйней. С Макдональдсом. С большой, огромной, блядь, корпорацией, которая реально, ну, типа, делает бизнес, которая делает, ну, типа, товар, которая делает продукт, им все пользуются, типа, все классно. И Тесла. Да, она сейчас тоже приобретает какую-то популярность, там, да, тоже есть какой-то сбыт туда-сюда, но все равно. Как бы, если просто посмотреть стоимость активов, которые существуют у Тойоты, стоимость заводов, какое количество автомобилей производится, типа, сколько там людей занято, что это вообще за компания, и что существует в Тесле. Ну, опять же, я думаю, тут оценка имена бренда, то есть, типа, Порш и Фольксваген. Фольксваген крупнее Порш, но все же хотят Порш. Да. И, как бы, вот эти все показатели, на самом деле, на них можно просто тупо не обращать никакого внимания. Потому что вот что такое, что Мерседес стоит 59 миллиардов долларов. Бренд. Это их что-то внутреннее такое. А при этом Порше 43. Дороже БМВ. Но дешевле Тойоты. Это же из серии, как дети в песочнице. Да мой папа 100 тысяч миллионов зарабатывает. Ну вот, да, это примерно вот такая же херена. Просто ребята взяли у себя такие в кабинете. А будет так. В России появилась новая автомобильная марка Solaris. О чем мы с вами, собственно, тут говорили какое-то количество выпусков назад. Что вот у нас как бы существует питерский Hyundai Kia. Ну, завод в смысле. Его там взяли, передали АГР за целые 10 тысяч рублей. И там вроде бы как есть склад с запчастями. Вроде бы как потихонечку можно наладить автомобиль. И вот, наладили. И переименовали все это дело в Solaris. Но чтобы не было у нас Solaris Solaris, они сделали прикольные названия модели. Они взяли вот модели, которые были раньше. До этого взяли первые буквы от названия модели. То есть, допустим, была Hyundai Creta. И теперь это Solaris HC. Слушай, ну это стильно. Это прикольно, да. У тебя теперь есть Solaris HC. У тебя есть теперь Solaris HS. Ну, типа, Honda Solaris тоже. Solaris KRX. Kia Rio X-Line. И KRS. Kia Rio Sedan. Это мое прочтение. Да. Это хотя бы понятна логика. Вот я один раз это дело прочитал. Сразу запомнил. Потому что у тебя есть какие-то, типа, уже устоявшиеся названия. Вот я сразу, оп, пем, пем, пем. Склеилось. Понятненько все. Естественно, там пока не будет какого-то большого объема. Вроде бы как там запчастей валяется на 70 тысяч автомобилей. По слухам, опять же, по каким-то, если что, завод рассчитан на 240 тысяч автомобилей в год. Пиздец, какое большое предприятие. Это реально очень здоровенный завод. Ну, потому что, блин, даже если просто берешь простую математику, типа, 240 тысяч автомобилей на 365, это по 657 автомобилей каждый день выпускал, ну, типа, завод. Вот. Очевидно, что они там эти 70 тысяч сейчас будут растягивать на полгода, может быть, на, там, месяцев 8. Но все равно оно сейчас где-то как-нибудь потихонечку появится. Ждем цен. Потому что ценников еще никаких нормальных не объявилось. У дилеров они еще вроде бы не появились. Очевидно, что это будет стоить дороже, чем стоило до войны, просто потому что инфляция, само собой. Но очень рады, что завод потихонечку запустился. Надеюсь, что вот эти 70 тысяч соберут. И пока их, собственно, собирают, там что-нибудь еще где-нибудь как-нибудь придумают. Там вроде бы как есть слухи, что завод сейчас обкашливает с хендеки, где там через Казахстан, что-нибудь, как-нибудь. На двух казахах перенести запчасти. Все там, чтобы у нас там хоть какие-нибудь поставочки шли, чтобы завод хоть как-нибудь работал. И в целом, когда они появятся в салонах и будут продаваться, можно будет открыть бутылочку шампанского маленькую. Нам, кстати, привезли, у нас есть. Там у них будет на логотипе. Ну, понятно, что уже логотип показали. Это просто надпись Solaris. Но если представить, что по аналогии с их кривой H, типа кривая S какая-то. Да. Как у Суперменов, не знаю, что-нибудь. Я делаю все, что могу. Вов, новости рассказывает. Не перебивай. Представлен электро-хэтч Рено 5. Три мотора на выборе. 400 километров запаса хода. Вот нас, короче, какое-то количество лет ребята грели тем, что вот смотрите, у нас есть этот вот красивый сексуальный концепт, что вот у нас как бы, ну, мы взяли Рено 5, старый тот, оригинальный. Вот эту классную культовую машинку. И мы немножечко на нее натянем современного стиля. А современем будет вообще бы соска. Кайф. И вот показывают вот это. И это, блять, большая, жирная, уродливая бледота. Потому что именно так и должны выглядеть электромобили. Потому что вроде бы как. Ну, маленькая машинка. Вроде бы у нас Рено 5. Он должен быть, ну, типа, маленький компактный автомобиль. Что вы понимали, у машины 18-е колеса. Плохо видно на картинке, на самом деле. Но в целом, если вглядеться и понять эти пропорции, 18-е колеса, ну, типа, не у всех кроссоверов такие есть в базе. А это как бы вроде как претендовало изначально на маленькую компактную машиночку, на маленький вот этот вот юркий хэтчбэк. А из-за того, что батареи, а из-за того, что, ну, в целом, вот электрическая платформа и так далее, у него видно, что снизу вот это вот, блять. Не посажено, а электромобиль. Вот эта широченная, здоровенная, высоченная морда. Он высокий, он диспропорциональный. Он прям, блять, фу. Вот тебе как дизайнеру это как? Не знаю насчет диспропорций, как раз он пропорциональный. Он, да, он крупнее. То есть, надо его сравнить с каким-нибудь, не знаю, хэтчбэком нулевых, и мы увидим, насколько он жирненький. Он не жирненький, он прям... На самом деле, есть фотографии, где сравнивают его с самым первым, Рено 5-70-х, и там видно, насколько он здоровый. Но по поводу того, что у него пропорции неправильные, не, они как раз, ну, симпатичная пропорция. Не знаю, мне кажется у него вот этим странным, что... Еще плюс может быть за счет того, что крыша черная. У тебя, условно говоря, очень узкая зона остекления и очень низкая крыша, при том, что сама по себе машина, вот морда и дверь, оно прям, ну, большое, жирное. Как Ивок. У тебя вот есть здоровый... Блин, Ивок тоже шикарно выглядит, ты чего? Нет, я не... Смотри, я ничего против Ивока не имею. Ивок отличная машина. Тебя и фильм покусал, тебе мультифлот теперь нравится. Нет, нет, Ивок мне всегда нравился. Ну, просто, типа, когда ты смотришь на дорогую сегментную машину, которая вот, ну, типа, которая Ивок, типа, там окей. Когда они нам всю дорогу говорили про концепцию вот легкого маленького хэтчбека, он легким вообще не выглядит. Он плотно сбит, да. Он видно, что у него там колесные арки, как такие мышцы. Да, он не кажется легким, он кажется таким плотно сбитым, тяжеловесным. Но я не скажу, что он уродливый, он просто такой, ну, сумоист маленький. Ну, ладно, хорошо, давай просто... Может быть, у меня уже в голове другая картинка, но если открыть концепты или какие-то вот эти вот такие, ну, предсериевные... Концепт такого же размера был. То есть, в этом они молодцы. Они полностью перенесли то, что обещали. Практически точь-точь. Там какие-то нюансики только. Ну, вот, видимо, это просто уже у меня какое-то искажение, потому что концепт выглядел маленьким. Ну, опять же, надо сравнивать. То есть, чаще всего хорошо понятны пропорции. Ну, реально, размер машины рядом с человеком или другой машиной. Вот есть картинка. Да, но тут перспектива, здесь плохо. Вот есть фотография, где они прямо... Ну, здесь какое-то, видимо, просто хитрое наебалово, потому что он же вообще не такой. Ну, да, типа оно стоит сильно дальше, поэтому тебе кажется, что оно меньше. Я понимаю, да. Вот, наглядно. Насколько он больше оригинального Рено 5 70-х годов? В целом, в него поместится оригинальное Рено 5. Да, без проблем. Но не в высоту, потому что пол с батарейками. Да, ну, высоту полтора метра – это уже довольно внушительная высота для ХПК компактного. Да, он большой. Но я не скажу, что непропорциональный. Я прям... Другое дело, что вот эти 18-е колеса, которые заявлены, по факту-то в базе не будут 18-е. Людям будет дорого ставить на него 18-е. Будут ставить в стации, и там будет дрындец. И это будет смешно, да. Потому что у тебя большая жирная тумбочка на очень маленьких колесиках. И понятное дело, что первые машины будут там продаваться в максималочке, со всеми опциями на всех возможных дисках. Это всегда делает любой автопроизводитель, что в первую очередь сюда пихают максималку. Ну, вот оно вот такое. И, конечно же, ни при каких условиях даже близко подобный объем продаж, который был у Рено 5, у оригинального вот этому автомобилю тупо не светит. Компания Apple закрыла проект электромобиля. А что такое, Apple? А что случилось? Десять лет они разрабатывали, показывали, а мылки такие вот-вот, все. Они не показывали, это все были фантазии дизайнеров. Ну, там еще все эти инсайдеры Apple-овские, которые там постоянно всякие сливы, проще всего там тоже фантазировали, что-то показывали. Вроде даже как-то что-то Apple... Не-не-не. Они молчали. Да. Завалил ебало. Ну, они не дебилы. Они посмотрели. Естественно, да. Они посмотрели, что как бы у тебя есть, во-первых, перспективное направление, которое сейчас у них там развивается, что это все вот типа нейросетки, это генеративные AI, вот все вот эти штуки. Плюс сейчас Apple Vision показали. Вот туда стоит как бы людей перетянуть. У тебя как бы, ну, у любой компании, даже у Apple все равно ограниченные ресурсы. У тебя ограниченное количество людей, у тебя ограниченное количество денег, у тебя, ну, типа ограниченное все. И как бы нахер надо заниматься вот этим вот тем, чем вы там занимаетесь вообще с этими электромобилями, когда очевидно, что рынок уже сужается, что он уже, ну, типа достиг предела, там большая конкуренция, мы там типа сильно много денег не заработаем, поэтому, пацаны, сдуваемся, переходим, перетаскиваем все важные кадры туда, где мы еще можем потенциально заработать денег, где мы еще можем типа прийти и просто всем показать, как надо. А электромобили уже пока, уже, ну, как бы хайпанули и достаточно. Ну, ничего, хайпанули, по миллиарду в год тратить. Ну, Apple может себе позволить. Мне реально было большое удивление, они же реально все в это верили, ну, в плане типа, мне даже было изначально понятно, что ну не будет такого большого рынка. Ну, просто, ну, нет. При этом люди, которые принимают решения, они же должны там считать, высчитывать тренды. Слушай, ну, у Apple, мне кажется, настолько много проектов, на которые они и тратят, просто не могут быть не открыты. Очень много денег. Смотри, к Apple ноль претензий. А к профессионалам рынка, которые занимаются автомобилями, типа, я просто, у меня душа за Volkswagen болит до сих пор. Все, вся боль там. Да ладно, электричка на лайтнинге, заебись. У тебя будет такой лайтнинг, знаешь, прям здоровый, блядь, такой. Который не подойдет ни к одной другой розетке. Да, ну и будет прям вот, блин, было бы прикольно, если бы они реально выпустили автомобиль. За 300 лет. В жопу такая. Плоская вот эта вот херня девая. А на этом, в этом выпуске у меня все. Чувствуете весну? Кайфово. Сходите погулять на улицу, там классно. И с каждым днем будет все лучше и лучше. Солнышко светит. Вот, птички поют. Заебись. Пока. Играет музыка. Продолжение следует...